Всем привет! Автор уроков болеет, поэтому сегодня урок буду вести я. В этом ролике мы познакомимся с такой полезной вещью, как префабы. Префабы – это шаблоны, состоящие из брашей, энтитий и моделей, которые мы можем вставлять в наши карты, не создавая каждый раз все с нуля. Чаще всего это объекты интерьера или логические скрипты. Как создают префабы? Мы выделяем нужную нам группу объектов и нажимаем кнопку Create Prefab или используем сочетание клавиш Ctrl-R. После сохраняем наш префаб в папке Prefabs по умолчанию. Ну это просто, а теперь чуть глубже. Допустим, у вас на карте должно быть две двери, которые открываются, когда игрок наступает на триггер. Но если вы будете использовать один префаб несколько раз на одной карте, то у ваших дверей будет одинаковое имя, и когда игрок наступит на один из триггеров, откроются обе двери вместо нужной. Чтобы избежать таких неприятных ситуаций, при создании префабов часто используют специальный маркер Ampersand I в конце имени, чтобы при дублировании префабов менялся числовой постфикс. Теперь же у каждой двери и триггера будет свое имя, а их логические цепи между собой не будут дублироваться или пересекаться. И напоследок пару советов. Первый. Создайте подразделы для своих префабов. Например, для дверей создайте внутри папки Prefabs папку с именем Doors, и там сохраняйте нужный префаб. Второй. Создавайте свои префабы на пустых картах и ровно по центру координат. В других случаях при вставке префабы на карту он может оказываться совсем не в нужном месте. Полезно будет окружить ваш префаб кубом покрытым текстурой Skip, чтобы не возникало проблем с поиском якорной точки. И последний совет. Всегда делайте бэкап своих карт и префабов на случай ошибок или потери данных. Спасибо за внимание. В скорых уроках мы затронем продвинутую версию префабов под названием Funk Instance. А сейчас пока и хорошего вам настроения!